Заметки электрика На объектах с постоянным дежурным персоналом не реже одного раза в сутки и на объектах без постоянного дежурного персонала не реже одного раза в месяц. И как вы уже догадались из названия видеоролика, то речь сегодня пойдет о высоковольтных масляных выключателях. При осмотре обязательно контролируется уровень масла в масляных выключателях, который должен оставаться в пределах шкалы маслоуказателя при максимальной и минимальной температуре окружающего воздуха. Маслоуказатель находится на бачке выключателя на каждом его полюсе. Вот видно масломерное стекло с необходимыми метками и по нему определяется уровень масла. Помимо уровня масла необходимо также проверять его цвет, особенно после отключения токов короткого замыкания. При многочисленных отключениях масло может потемнеть, то есть из-за различных продуктов распада, горения и тому подобное. И соответственно оно безоговорочно подлежит замене. Также необходимо проверять отсутствие выброса масла в зоне выхлопа и масляного буфера. Вот у нас здесь есть зона выхлопа, специальные такие решетки, или их еще называют жалюзи. Значительный выброс масла свидетельствует о ненормальном отключении токов короткого замыкания. В этом случае выключатель должен быть выведен из работы и осмотрен более внимательно. Возможно даже с разборкой. При осмотре контролируется отсутствие течи масла и цилиндров полюсов и внешнее состояние изоляции. То есть загрязненность, запыленность, наличие трещин, сколов на изоляторах и тому подобное. Не меньше внимания уделяется и состоянию наружных контактных соединений. На моей практике достаточно часто отрываются пластины от общего пакета гибкой связи. Вон их вот здесь вот видно. Если немножко сбоку приглядеться. Вот эта гибкая связь идет на подвижный контакт с изолятором. При обрыве пластин они порой могут замкнуть на заземленный корпус ячейки или уменьшить сечение при рассчитанной номинальной пропускной способности непосредственно выключателя. В выключателях, работающих при больших токах нагрузки и высокой температуре окружающего воздуха, периодически проводится еще и тепловизионный контроль. О тепловизионном контроле у меня есть отдельное подробное видео. Можете переходить и посмотреть. А теперь я вам покажу пару замечаний, выявленные при осмотре распределительного устройства напряжением 10 кВт. В общем это у нас высоковольтный масляный выключатель ВМГ-133. И вот как можете заметить, на фазе С, вот она красного цвета, у нас явно низкий уровень масла. Уровень находится на нижней отметке. Вон видно красную нижнюю отметку, то есть по самой нижней отметке. Уровень на соседних у нас находится на середине, то есть в норме. Низкий уровень скорее всего образовался из-за возникновения течи самого бачка выключателя. Видны капельки масла, то есть видна течь. Вот здесь внизу ячейки тоже, если приглядеться, видна лужица. Что собственно является причиной понижения уровня масла. И вот буквально на соседнем фидере у нас аналогичная ситуация, только не с фазой С, а с фазой А. Уровень в норме, даже больше немножко. Что тоже, кстати, не очень, но об этом я расскажу чуть позже. Фаза Б у нас в норме посередине. А вот уровень фазы А у нас также находится на нижней отметке. Видна лужа и имеется течь. Видны капли масла. Так чем же опасен низкий уровень масла в данном выключателе? Но прежде чем об этом рассказать, я сначала хотел бы вкратце пояснить принцип, ну или сам процесс гашения дуги непосредственно в масляном выключателе. Вот немножко покажу конструкцию. Здесь у меня есть один разобранный, практически такой же WMG-133. Чуть-чуть другой модификации. Это снятый бачок. В нем был установлен такой цилиндр с самой непосредственно дугогосящей камерой. Вот она у нас. Камера представляет собой пакет изоляционных пластин различной формы. Кстати, эти набранные пластины, они стянуты в данном случае двумя изолирующими шпильками. То есть вот у нас здесь сам непосредственно перемещается стержень подвижный. В нижней части у нас установлена контактная розетка. И этот стержень как бы проходит сквозь вот эту камеру и замыкает, соединяется с розеткой. То есть сам непосредственно контакт. Сама камера выполнена так, что имеет несколько каналов. То есть вот эти каналы, выходы этих трех каналов. Первый уровень, он уходит вот на этот выход. Средний уровень. Сюда. И еще один уровень. То есть третий канал. В начальный момент размыкания контактов дуга возникает вот в этой области. То есть в самой нижней камере. Где под действием высокой температуры дуги масло начинает интенсивно разлагаться, образуя газовый пузырь. То есть шток у нас как будто вот здесь еще находится. Вот в этой области. Вышел, он еще не ушел. Здесь газа, не имея выхода, оказывается под давлением. В следующей стадии, то есть контакт немножко уже пошел дальше. В следующей стадии уже контакт, наш стержень открывает боковые щели нашей дугогасительной камеры. Где дуга под действием поперечного дутья подвергается форсированному гашению. В камерах подобного рода гашение дуги происходит под действием трех факторов. Это давление в начальный момент. Дутья. То есть под давлением идет газ сквозь камеры. И локализация дуги в узких щелях. Да, кстати, газогенерирующим материалом, помимо трансформаторного масла, может быть и вещество типа фибры. В принципе, из чего и состоит в том числе данная камера. Внутренняя область бака сообщается с буферным расширительным объемом. Внутри которого имеется маслоделитель. Газы, образующиеся при разложении масла, удаляются через жалюзи в маслоотделителе. Во время горения дуги часть масла выплескивается в верхнюю область бака и через отверстие стекает в расширительный резервуар. Таким образом, при низком уровне масла не будет должным образом происходить гашение дуги. А дуга, в свою очередь, разрушительно повлияет непосредственно на контакты выключателя, подвижный шток или стержень и розеточный контакт выключателя. На их поверхности образуется деформация, оплавление и капли материала контакта. От высокой температуры продолжительной дуги может пострадать и близлежащие детали, например, та же дуга гасящая камера. В любом случае, в самое ближайшее время необходимо будет производить разбор и капитальный ремонт выключателя. Коль упомянули про низкий уровень, то заодно хотелось бы затронуть вопрос и увеличения уровня масла. И это тоже отрицательно влияет на выключатель. С увеличением уровня масла возрастает давление в газовом пузыре и интенсивнее происходит процесс деионизации. Однако, высокий уровень масла в баке снижает объем воздушной подушки, что может привести к повышению давления внутри бака и, соответственно, сильному удару масла в его крышку, вплоть до разрушения непосредственно корпуса выключателя. Вот у нас аналогичный выключатель ВМГ-133. Ну, я вам для наглядности просто покажу, как происходит его включение и, соответственно, отключение. Схема сейчас разобрана. Это у нас сборная секция шин. Шинный развинитель на данную ячейку у нас отключен. Здесь у нас идет выключатель, трансформаторы тока, нового образца уже. Здесь выход с трансформаторов тока идет на кабельный разъединитель, который тоже у нас отключен. То есть схема у нас разобрана. Включаю. Включаю. Вот у нас он включился. Видите, все свечи вошли в бачок. Отключаю. Отключился. Давайте еще раз. Включился. Отключился. В нашем примере фидер будет в ближайшее время выводиться в ремонт. Будет устраняться, в первую очередь, течь самого бачка выключателя. Ну и, соответственно, доливаться в него масла. В соседних бачках производить замену масла у нас нет необходимости, так как видно, что масло у нас достаточно светлое и не содержит продукты горения и распада. То есть оно не темное. Ну и аналогичная работа, в принципе, планируется и по этому фидеру. В заключение еще добавлю, что выключатели ВМГ, масляные выключатели ВМГ-133 еще находятся у нас в эксплуатации. И при должном обслуживании, в принципе, нареканий к ним особо и нет. Безусловно, что мы тихими шагами, но, тем не менее, производим некоторую модернизацию в своих распределительных устройствах и меняем подобные выключатели ВМГ-133, ВПМ-10 и тому подобное на вакуумные выключатели ВВТЛ-10 от Таврида Электрик. Данные выключатели гораздо проще в обслуживании, в эксплуатации. У них гораздо меньше проблем, в том числе даже не только по силовой части, но и по цепям управления. То есть, у них нет уже электромагнитного привода с его кинематикой, с его механикой, а имеются уже электронные блоки, блок питания, блок управления, которые осуществляют управление данным выключателем. Что гораздо облегчает работу и обслуживание, как я уже сказал, данных выключателей. Я могу еще много привести преимуществ и недостатков, как масляных выключателей, так и вакуумных. Ну, это отдельная тема уже для разговора. Ну, вот, в принципе, на этом все. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok